Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал в предыдущем своем видео про Бурасика, которого выставили на продажу в комплекте с М41Д, снимаем видео конкретно по легкому танку, которого вы можете приобрести себе за три с половиной тысячи золота не в голом состоянии, но и не в шикарном наборе, а просто с открытым всем оборудованием. По моим подсчетам где-то миллион семьсот голды. Может чуть меньше сможете сэкономить на оборудке, если купите его вот так вот по отдельности за три с половиной тысячи. Ну а если будете покупать комплект с Бураском, то помните о том, что вы покупаете Бураска, которому в комплект положили М41Д в виде нагрузки. Ранее Бурасика продавали за десять тысяч в голом состоянии, ну а сейчас его можно взять в легендарном внешнем виде. Двадцать штуки Х5 к нему положили, ну и плюс еще в довесок дали М41Д, который я лично считаю одним из лучших легких танков в нашей игре, но чисто ради фана. И вот те ребята, которые любят играть на легких танках, им он явно понравится. Да, это танк не для супер нагиба, да, это танк не для статы, это чисто для фана. Поехать, повеселиться, как вошь на гребешке попрыгать по карте. Ну короче говоря, расслабиться и чисто пофаниться, не более того. Более подробно сейчас обсудим, обязательно посмотрим на ТТХ, обязательно выкатим его из ангара, но перед этим хочу вам кое-что вам показать. Это мой, ребят, канал. На канале уже более 1300 видео уже ждут ваших глаз. И здесь, поверьте мне, каждый для себя найдет что-то интересное. Я снимаю обо всем. Любые новости, которые выходят в игре, сразу освещаются у меня на канале. Любые танки, которые в игре появляются, сразу выкладываются на канал в виде обзора на них, как только их официально вводят в игру, а снимаю эти видео заблаговременно. Что касается того, как найти какое-то интересующее вас видео, то все разложено в интуитивно понятных плейлистах, в которых разберется даже ребенок. Никакого гамуза, никакого хлама, все разложено четко по своим папкам и поверьте мне, вы найдете ту машину или ту новость, которую вы ищите. Что мне от вас необходимо? В виде благодарочки поставить лайк данному видео в том числе и обратить внимание, что здесь, ребят, практически 32 тысячи человек уже подписались на канал и уже меня смотрят на постоянной основе, но с обработанной в правильном варианте подписка, именно прожав на нее. Поэтому жду того же от вас, если вы смотрите неоднократно уже мои видео и при этом еще не подписаны на канал. Мне очень нужны ваши подписки для того, чтобы дальше развиваться и конкурировать с мастодонтами, которые оккупировали YouTube. От себя могу пообещать, что на этом канале никогда не посоветуют вам приобрести себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. И второе, у меня на канале, в отличие от многих других каналов, нет разделения на раков и классных пацанов. Короче говоря, подписываемся на канал, если вам это все подходит. Что касается М41Д. Как я говорил, машина чисто ради фана, полный картон, но это и понятно, это все-таки ЛТХ. Что касается маневренности и подвижности, все просто. Супер целых 70 километров вперед и 24 назад. Короче, болтает вас по всей карте, мама не горюй, даже останавливаться не успеваете. Что касается орудия. Здесь прикольное и интересное орудие, как для ЛТшки. 3,5 секунды перезарядка, такой себе пулемет с классным временем сведения, хорошей точностью и всего лишь 170 единиц урона, при том, что пробиваете 160 миллиметров. Обалденный угол склонения орудия вниз, минус 8 позволяет, прыгая по всей карте, как я уже говорил, как вошь на гребешке, абсолютно спокойно отыгрывать практически на любых неровностях. Стоит помнить по поводу того, что это сущий картон, разбирает вас очень быстро, стоять на месте ни в коем случае нельзя. Как я уже сказал, машина исключительно, вот просто исключительно ради фана и не более того. Ну что, ребят, поехали, попытаемся заценить малыша. Ну что, ребят, рванули, попытаемся машину заценить. С места срывается классно, когда набирает свою максималку, то очень тяжело вписываться в повороты и сразу. В связи с этим маленькая ремарка. Данная машина гораздо больше и гораздо лучше подойдет тем игрокам, которые играют на компах, а не на телефонах, потому что на сенсорнике, на дрифтующей тачке перекатываться по карте хоть и весело, но не настолько результативно и классно, как на компе. Также стоит отметить, что поскольку орудие обладает просто бешеным временем перезарядки, я имею ввиду крайне малым временем перезарядки, то, соответственно, отыгрывать на сенсорнике, опять-таки, сложнее, нежели на компе. Это связано с тем, что на компьютере вы всегда вполне спокойно мышью доводите свой прицел до своего соперника, ну и, соответственно, таким образом гораздо быстрее прицеливаетесь и сразу готовы стрелять, как только орудие перезарядилось. А вот что касается игры на сенсорнике, то там немножко сложнее, потому что пальцем постоянно необходимо подворачивать танк в ту сторону, куда тебе необходимо ехать, плюс вторым пальцем правой руки, если вы правша, вам необходимо постоянно немножко доворачивать орудие туда, куда необходимо довернуть, ну и, соответственно, плюс к тому еще обязательно перекликивать с джойстика управления прицелом на кнопку совершения выстрела. Короче говоря, все вот эти вот маленькие нюансы, они дают определенного рода дискомфорт при отыгрывании именно на сенсорном устройстве. Ну а если вы все-таки играете на компе, то данная тачка вам однозначно подойдет. Ну, единственное, что, снова-таки, если вы любитель легких танков, тогда, да, действительно, тачка просто-таки находка для танковода-ЛТшника. Все, ребят, меня приговорили, меня зажали. Я попытаюсь, конечно, что-то здесь еще сделать, но, к сожалению, навряд ли у меня это выйдет. Зараза, супер-хеллкэт скорострельный, а я, к сожалению, остановился. И это была моя грубая ошибка. Нельзя было мне останавливаться, когда я откинул несколько раз по ВК 45.03, мне надо было сразу, сразу валить дальше, нарезать круги по карте. И это, в принципе, те грабли, о которых я изначально вас предупреждал. М41Д, это однозначно та ЛТХ, на которой ни в коем случае никогда нельзя останавливаться. Вы должны находиться в постоянном движении, вы должны постоянно перекатываться с направления на направление, вы должны отвлекать на себя своих соперников, давая возможность вашим союзникам по ним отстреливать, ну и, соответственно, уходить таким образом от прицелов ваших красных нетоварищей. В любом случае, в данном бою у нас победа. Мне кажется, что с каким-никаким, а все-таки моим вкладом в эту победу, но все-таки не победы ради и не настреленного урона ради. Данную машину необходимо покупать. Данную машину необходимо покупать, если вы хотите ощущать вот эти адреналиновые бои, при которых ты, как угорелый, носишься по всей карте. Стреляешь во всех, кого не лень, вот в кого прицелился, в того и выстрелил. И, в принципе, здесь нет тактики и стратегии в отношении того, как ромбануть, как правильно выехать из-за укрытия и так далее. Здесь единственная ваша стратегия это летать, носиться по карте и отстреливать в первых попавшихся союзников на своем пути или тех, которые зазевались и не обратили внимание, что вы запрыгнули к ним в корму. Вот для этого М41Д в нашей игре и предназначен. И, в принципе, я не удивлен, что это семерка, потому что таким же фановым на восьмом уровне он навряд ли был бы. Понятное дело, что когда вы встречаете против себя восьмерок, становится немножко тяжелее, но в любом случае, если бы это была восьмерка и ею вот так необходимо было бы играть, то было бы все гораздо сложнее. Там более осмысленные, обдуманные бои, как правило, происходят. Ну и, соответственно, вот такой веселухе там, скорее всего, наверное, даже и не место. Это было абсолютно честное мнение по поводу М41Д, а если этого видео вам недостаточно для полного понимания, что машина собой представляет, то внизу в описании вы сможете найти ссылочку на абсолютно честный обзор на данную машину и дополнительные бои. Кроме того, там же в описании вы найдете ссылочки на обзоры и в том числе на свежий обзор, который буквально там пару минут назад вышел на канале на БЦ Бураск. Заходите, посмотрите, я вам стараюсь специально для вас и еще раз повторюсь, на этом канале вас никто никогда не обманет, поэтому если для вас важна честность автора канала и честность, в принципе, видео, которое вы смотрите, то подписывайтесь на канал прямо сейчас, а я вам обещаю, что канал в этом отношении меняться никогда не будет. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok